И так, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители покушать, и квадратные шурмы, это великолепная Факторио с модом Кроссторио 2. Как я люблю это говорить, и всегда об этом говорю, за кадром произошли какие-то гигантские, колоссальные, просто невообразимые изменения, которые сложно поддаются какому-то логическому анализу. Мне кажется, проще будет показать всё это на карте, ведь карта сейчас у меня выглядит именно вот таким вот образом. Да, этого раньше не было, именно вот этого вот непонятного квадрата здесь раньше не находилось, и что он здесь делает, и что он здесь находится, я всё обязательно расскажу, по полочкам разложу. Самые важные изменения, которые здесь произошли, потратить уйму количество времени, до сих пор вот эта вот каменная жила здесь не выкопана, и до сих пор она находится в таком состоянии, поэтому было принято кардинальное решение просто взять и переезжать. В мире факторию переезд это не самое благоприятное занятие, но я решился всё-таки на это в пользу того, что я хочу сделать и немножко модернизировать свою базу в плане модульности. Я эту базу, возможно и следующие базы, буду строить как разные модули. То есть, допустим, первый модуль, который я построил, был модуль переплавки стали. То есть, у меня здесь есть поезд, который доставляет сюда кокс, поезд, который доставляет сюда железо, путём нехилых манипуляций происходит смешивание этих двух ресурсов в таком многообразии печек, и всё это загружается в ещё один поезд, который будет, получается, итоговый продукт ввести на нашу базу. Вся выгрузка стали будет теперь выглядеть вот таким вот маленьким и очень даже миленьким способом, благодаря чему мне удалось отказаться от гигантских печек на базе, потому что они здесь по большей части не нужны были, и если мне нужно будет масштабировать ресурс, то в таком случае я его масштабировать не смогу. В случае модульной базы, мне масштабировать базу будет легче лёгкого, ведь в случае чего я просто беру вот этот модуль, копирую, здесь его размещаю или здесь я размещаю, в общем, где только мне захочется. Единственная будет проблема с ресурсом, но опять-таки ресурс это не проблема, ведь железо у меня просто в гигантских каких-то масштабах, здесь даже новые две жилы начали разрабатываться, и всё у нас супер и пупер. Следующий у меня здесь модуль по переплавке меди, правда я пока его строил, наделал одну большую глупость, и мне пришлось тут немножечко слонировать руды, но ладно, это мелочи, и рано или поздно руда у нас всё сюда переедет успешным образом. Следующий модуль получается у нас с редкими металлами здесь, вот он был буквально построен недавно, и они здесь успешно уже обрабатываются, вырабатываются и в поезд загружаются. И последний модуль, пока что я разрабатывал здесь, это обычное железо, которое также у нас поступает в поезд и также отправляется у нас успешно на базу. Единственный модуль, который отличается от всех остальных, это модуль с драгметаллами, поскольку он у нас идёт не только на нашу основную базу, но ещё и вот на этот модуль, который мы сейчас с вами и будем строить. Здесь в основном планируется модуль по нашему иммерситу. Здесь я уже сделал поезд, который будет доставлять именно сюда необработанный иммерсит, который мы уже с позапрошлой серии, по-моему, добываем. Также у меня здесь есть, получается, минеральная вода, которая также доставляет сюда поездом. И буквально небольшой цех, который делает нам обычный водород и азот. Все это конденсируется благодаря атмосферным конденсаторам, буквально из воздуха. То есть это ниоткуда по-другому не берется. И все это благодаря небольшим химическим заводам смешивается в аммиак. И с помощью вот этого аммиака мы будем производить все дальнейшие следующие крафты. Я уже тут немножко производил расчеты, сколько, чего и как мне понадобится для дальнейшего. Вообще основной ресурс, который я хочу начать производить сейчас, это ядра ИИ, которые мне по большей части сейчас нужны. Но в принципе и от обычного иммерсита я не буду отказываться. Ведь он нам нужен и необходим буквально для дальнейшего крафта технологических карт памяти. Ну а пока просто ядра ИИ и просто обычные такие линейные крафты. Дальше нам нужна азотная кислота. Для него нужна как раз минеральная вода, аммиак и редкие металлы. И опять-таки 4 химические завода. Замечательно. Вот получается рецепт азонной кислоты. Замечательно. То есть мы должны сюда подать аммиак, а сюда минеральную воду. Жидкости я сюда подвел. И по идее мне остались только редкие металлы. Редкие металлы я решил вывести вот таким вот незамысловатым путем. С помощью подземных конвейеров. Как мне кажется, это вполне такой нормальный способ заменения нестандартных решений. Я очень сильно полюбил вот эти вот зеленые конвейеры, которые, кстати, с недавних пор у меня здесь производятся. Я все-таки решил здесь сделать производство зеленых конвейеров и всего на свете. Тем временем производство получается у нас полным ходом пошлом. И нам осталось только его выводить. Скажем, в обычный огромный резервуар этого будет достаточно. Если вдруг что, то вот это масштабируется, вот это масштабируется. И замечательно. Следующий у нас шаг. Обычные химические заводы в количестве 120 штук. Я так понимаю, это такой же большой масштаб, как и здесь. И, возможно, я сразу буду пускать, как и здесь, сразу в увеличенном масштабе. Но насчет 120 штук я что-то не знаю даже. Вот здесь вот прекрасное место для этого. В любом случае, я не собираюсь прямо здесь производить ядра ИИ. И вот это все оставшееся пространство идеально подходит для того, чтобы разместить 120 химических заводов. Посмотрите, что я не доглядел. Я забыл совершенно то, что из иммерсита нужно сделать порошок. Очень-очень нехорошо я так поступил, то что забыл об этом сделать. Мне нужно на все про все 24 дробителя. С дробителями. Будет очень сильный геморрой. В плане того, что здесь у нас производится не только иммерситовый порошок, но и еще куча всего бесполезного. Знаете, что я подумал? Я же могу сюда сразу порошок доставлять, вместо того, чтобы нахламлять здесь производство этими дробителями. То есть банально ставится где-нибудь здесь вот один вот этот вот иммерситовый поезд, который туда-сюда будет гонять. И вообще мы не будем с этим проблем знать. Но беда-то у нас в том, что песок это большие масштабы, которые как бы у нас совсем могут и не справиться. Так что не знаю, когда же будет лучше в данной ситуации. Получается вот ряд 12 печек. Теперь мне еще нужно будет такой же ряд здесь рядом разместить. И придумать систему, как будет выводиться это все безобразие. Вот так вот выглядит у нас получается подключение просто к необработанному иммерситу 24 дробилок. Теперь нам нужно выводить отсюда вырабатываемый иммерситовый порошок. Скажем, пусть он у нас выводится вверх. И как-то нам нужно выводить сюда вот где-нибудь песок. И его желательно вообще уничтожать, чтобы не было каких-то особых проблем. Вот. Вот так вот схема выглядит более эстетично и более красиво. Так мне уже нравится. То есть здесь у нас погрузчики на песок. Он у нас уходит куда-то вниз и уничтожается. А здесь иммерситовый порошок, который допустим куда-то сюда приходит и складируется. Вот. Теперь я точно все доделал. Вот такая вот схема у меня в итоге получилась. И песок выводится, и все на свете у нас выводится. И конечно нужно сделать уничтожение этого самого песка. Примерно такого количества дробилок я думаю хватит. Если нет, то будем думать дальше и будем строить еще. Так, по идее система по отходам у нас тоже готова уже. Осталось подождать, когда у нас накопится необходимое количество ресурсов. А вернее, когда дроны смогут все это сюда приторбанить. Потому что у меня, к сожалению, все ресурсы постепенно заканчиваются. Замечательно, таким образом мы с пыли вроде как разобрались. Но я только об этом надеюсь, ведь точно посчитать это у меня никак не выйдет. Главное, что у нас копится здесь иммерситовый порошок. Благодаря которому мы сейчас, размещая 120 химических заводов, сможем производить необходимые нам иммерситовые кристальчики. Смотрите, еще и серная кислота сюда нужна. Которую я, к сожалению, тоже сюда не вывел. И у меня постепенно заканчиваются порты, в которые я мог бы выводить. Это проблема, потому что серную кислоту я не продумывал, что она здесь будет. Ну ладно, ничего страшного. Мне благо здесь хватило места, чтобы разместить еще одну станцию. Сейчас у нас поезд поедет топливо. А стоп. А зачем нам поезд? Если у нас здесь есть поезд, который должен оставлять серную кислоту. Все замечательно даже. Нам даже здесь лишние поезда не нужны. Как все у нас замечательно выходит? Мы просто должны здесь станцию, по идее, сделать по разгрузке. И все. Так, по идее, этот поезд у нас едет на серная загрузка. Значит, просто я беру и эту станцию называю серная загрузка. Не серная загрузка, блин. А наоборот, серная уран. Надо будет потом просто переименовать серный уран на какую-нибудь другую станцию, но не важно. И нужно добавить, не забыть логику, чтобы лишний раз здесь поезд не стоял. Все, логика настроена. Успешно серная кислота сюда доставлена. Замечательно. Так, химический завод, иммерситовый кристалл. И все должно быть до безобразия просто. И первая линия у нас, получается, встает с этими химическими заводами. К сожалению, приходится мне немножечко здесь мудрить, но в итоге все должно выглядеть примерно таким вот образом. Пошел у нас иммерситовый песок здесь. Получается, он забирается химическими заводами, подземными конвейерами. И у нас все это должно куда-то выходить. Получается, здесь у нас ровно 10 штучек. Для всего безобразия нам нужно их 120. То есть, еще 12 штук должен здесь я таким-то образом разместить. Пока временным вариантом я все это буду складировать, скажем, в сундучок какой-нибудь. Просто хотя бы, чтобы система не простаивала и хотя бы что-то в маломальском режиме производилось. И ты дышь, и все, получается, у нас работает. Замечательно. По подземным конвейерам у нас, получается, песок поступает в химические заводы. Химические заводы воспроизводят необходимые нам иммерситовые кристаллы. И осталось мне, получается, только это все замасштабировать таким образом, чтобы это все хотя бы выглядело более-менее нормально. Тут получилось разместить у меня не 120, к сожалению. Но хотя, по идее, можно выиграть какое-то место. Здесь их ровно 100. По идее, если я здесь еще размещу по парочке, примерно по 4 штучки в каждом ряду, в принципе, это возможно. И в случае чего, я думаю, уместится это все. Так что это не особая такая проблема. И в случае чего мы это все разместим. Сейчас же я хотел бы в приоритете сделать станцию какую-нибудь по загрузке всего этого безобразия. Станцию по загрузке всего этого безобразия я сделал. Есть, конечно, у меня некоторые проблемы. Во-первых, проблема с жидкостью, потому что я ее сюда не вывезу. Мне надо будет сейчас как-то это переделать в систему. И еще парочка проблем, которые я обнаружил, но пока что я не продумал, как это сказать. В любом случае, я безмерно рад, что у нас все это пошло сюда загружаться. И все это пошло у нас работать, хотя бы в таком режиме. Вроде все, я жидкости немножечко в обход вывел. Это, конечно, так делать некрасиво, неправильно и вообще так нельзя делать. Но в наших условиях можно, я думаю, и ничего страшного в этом нет. И как только у нас произведутся трубы, я ожидал то, что у нас реальная может быть нехватка труб. У нас, по идее, весь этот завод пойдет работать в необходимых масштабах и просто вот в гигантских количествах. И меня это, несомненно, радует и мне очень это сильно нравится. У нас начался здесь производиться иммерсит. И по-хорошему, эти ядра ИИ мы могли бы с вами начинать производить. Нам хотя бы одно ядро ИИ произвести для того, чтобы сделать паукатронок. Я безумно хочу этого паучка себе, поскольку я его, насколько мне известно, очень никогда не создавал. Особенно по-русски я говорю это. Хотя бы пусть вот в таком вот режиме он нам все это произведет и уже, знаете, будет хорошо. Конечно же, потом за кадром я это выведу домой, потому что у нас здесь как бы есть уже поезда. И вообще с этим нет никаких проблем. И у нас все будет с этим замечательно. Я думаю, вместо того, чтобы размещать еще 20 химзаводов, я просто ускорители сюда запихаю. И мне кажется, таким вариантом будет даже легче отделаться. Мне пришлось здесь еще разместить большее количество этих дробителей, поскольку этих реально не хватало. И у нас с этим были какие-то гигантские проблемы. Но сейчас зато всего хватает и все у нас работает наилучшим образом. Вот первые два ядра ИИ у нас уже есть. И поехали домой крафтить нашего любимого паука. Я здесь уже еще, по-моему, в предыдущей серии сделал систему, которая позволяет производить этого самого паука. И он у нас уже начался производить без моего участия. Здесь просто такая небольшая автоматизированная система. И вот наш первый паукатрон. Привет, братик. Тебя нужно заправлять. А ты не говорил, что ты хочешь питаться. А чем тебе интересно? Ракетное топливо ты не будешь. Ага. Только дейтерио-третевое топливо. Раз такая пьянка пошла, и раз все равно нам нужны дейтерио-топливные элементы, и я все равно собирался делать термоядерные реальторы, и там они все равно будут нужны. Получается, для них нужны пустые элементы, тяжелая вода и третий. Третий у меня уже здесь вот замечательным образом производится. Он уже произвелся в гигантских масштабах, а пустые элементы, по-моему, нигде не производятся. Теперь успешно производятся, для них нужны не такие серьезные ресурсы. И последний элемент, который нам необходим, это тяжелая вода. Но она делается не так сложно, она делается в обычных химических заводах из обычной воды. Так что давайте здесь им займемся. И заодно, я все равно хотел вот это вот давно сносить безобразие. И давайте как раз таки вот здесь вот, где я сейчас ношу солнечные панели, разместим этот первый наш термоядерный реактор. Здесь как раз таки у нас есть вода, которую мы можем эффективно использовать для производства тяжелой воды. А уже тяжелую воду пускать на все необходимые нам нужны. Тяжелая вода у нас делается в заводе для электролиза. Поэтому пять штучек пока что здесь я их размещаю. Пускай это все в резервуар обычно складируется. Скорость конечно маленькая, но будем надеяться, что этого количества хватит. Чтобы перестраховаться, сюда засовываем обычные ускорители скорости. Я думаю, что у нас здесь пространства для всего безобразия этого хватит. И особо не пережевываем за эту тему. Дальше мне нужно получать обычные вот такие вот химические заводы для того, чтобы производить эти самые элементы. Все пошло производиться, у нас даже оно произвелось. Производится оно достаточно быстро, но к сожалению у нас воды тяжело не хватает, да? Ну ладно, это все мы наверстаем. Главное, что мы можем здесь разместить паучка и засунуть в него это самое топливо. Все, работает паучок наш. Как мне его не хватало, вы не представляете. У него есть по идее и сетка, и логистика. Лепота. У меня по-моему здесь все необходимое уже давно производится. Например, вот эти вот модули защиты, вот эти самые персональные логистические системы. Просто небольшие такие на моле размещены. Они не нужны мне в таком гигантском количестве, но пускай будут. Теперь же термоядерный синтез. Термоядерный реактор БАМ. И для него нужны обычные вот такие вот улучшенные продвинутые правые турбины. 20 штук на один термоядерный реактор. Вроде такой у него и расчет. Надо срочно этому пауку делать какую-нибудь ускорялку. И смотреть вообще сколько у него топлива будет уходить на все это безобразие. Ладно, это мы потом решим. Это у нас не сейчас приоритет, это у нас на потом задачи. Термоядерный реактор. Привет, как ты у нас выглядишь? Ты в себя требуешь воду, да? Ну да, я думаю вот так вот тебя будем размещать здесь. Будем надеяться, что одной помпы для тебя хватит. Делаем погрузку сюда реагентов наших. И он пошел на выработку. Ядерный синтез производит 10 тысяч, 20 тысяч пара. Так, погоди, а тебя можно как-то отключить, чтобы ты у нас все это не вырабатывал сейчас? Пожалуйста. Я бы хотел еще, пожалуй, вот эти вот паровые турбины здесь разместить. Все разместили. Сейчас нужно это все к электричеству подвести. Все, пошел у нас пар вырабатываться. Я так понимаю, в любом случае нам не хватает необходимых нам ресурсов, да? А может и хватает. Надо сейчас посмотреть, сколько это все будет безобразия работать по времени. И тогда уже точно определиться, хватает, не хватает и вообще. У нас, по идее, нету такого гигантского потребления вообще и потребности в этом термоядерном реакторе. Поскольку у нас нет вообще проблем по производству, особенно с солнечными панелями, особенно днем. Но я думаю, то что рано или поздно это безобразие способно будет нам спасти жизнь. Единственный вариант, как я могу проверить работу этого самого ядерного реактора, безумная идея, просто отключить сейчас все солнечные панели, именно снести их дронами. Я думаю, то что я буду оставлять обычные аккумуляторы, и с этим вообще проблем не возникнет. Возможно, я в крайнем случае оставлю вот это вот все безобразие. Но вот насчет вот этой вот системы я подумаю, конечно. Наверное, я ее буду сносить, потому что она занимает здесь ресурсы. В общем, будем делать, посмотреть. Мне очень хочется узнать, насколько сильно эта система эффективна. У нас гипотетическая выработка выросла 3,1 гигабата. Это просто безумные какие-то цифры. Предлагаю сейчас дождаться ночи, но она скоро уже настанет, по идее. И тогда мы точно уже сможем посмотреть, какая у нас выработка у этого генератора. Но хотя бы гипотетическая. Будет ли нам хватать полной выработки этого генератора, чтобы содержать всю нашу базу. Реактор уже пошел работать. По крайней мере, пара у него тратится. Ага. А вот, кстати, он постепенно выходит на абсолютную мощность. Посмотрите, у нас не тратится заряд аккумулятора. Он держится постоянно на сотке. Значит, то, что вот этот отдельный термоядерный реактор способен обеспечивать всю нашу базу. Но остается открытый вопрос, насколько он эффективен. Будет ли хватать, в принципе, производства нитрития. Возможно, потом нужно будет нарастить. Поскольку, в любом случае, на следующее производство тритивые элементы нужны в каких-то гигантских масштабах. Ну и на такой прекрасной ноте, я думаю, то, что постепенно мы будем с вами заканчивать. И за кадром, пожалуй, выведу сюда иммерсит, который перерабатывается, который здесь уже хранится успешным образом. И уже от этого мы будем дальше плясать и будем заниматься дальнейшим производством этих самых технологических карт материи. Ну а пока на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. И еще услышимся.